всем доброго дня рада вас приветствовать на рубрике голоса и и сегодня у нас интересная сатсанг будет с мариной горловой марина горлова из новосибирска она является кинезиологом психологом автором своего метода клео метода а вот марина нам я думаю на нем расскажет и что самое интересное марина ведет дневник своих воспоминаний своих чудес с сати сай бабой а вот марина спасибо значит меня зовут марина горлова я из новосибирска я психолог кинезиолог я веду дневник и можно на моей страничке все это посмотреть и я сегодня хотела бы поговорить о том что сай баба ждет всех от нас и лидерство он хотел бы от нас привлек на чтобы мы стали его проводниками стали его лидерами и это такая сложнейшая тема и я хотела бы раскрыть и в том числе на своих собственных примерах рассказать как я-то пытаюсь быть лидером вот и баба говорит что три человека три вида людей интересуются духовным образованием и духовными знаниями значит первые это кто люди уже крепко в этой теме вторые люди это кто любопытствует и третий кто настрадался и вот я специально написала картинки буду показывать значит вот первое второе я бы подобила шмелю и бабочки потому что значит шмель это тот кто уже работает собирает мед а бабочки они порхают цветочка на цветочек и они имеют очень полезную функцию они узнают об одном учении рассказывают другим людям и сегодня надеюсь в нашем будет это будет сатсанге собеседование и будут и шмели и бабочки и бабочки могут зайти выйти просто узнать что было так полюбопытствовать а шмели могут прямо задавать вопросы и активно участвовать в нашем общении и есть третий тип людей вот я как раз к третьему относилась когда познакомилась и бабы третий тип людей это те кто настрадался и вот в моем а значит случае страдания такого я потеряла бизнес и я потеряла всякий интерес к жизни и я узнала о том внезапно сама не знаю как вот во время медитации узнала о том что у меня есть родовая карма и только я эту карму видела связано с войной великой отечественной приобретенной моим дедушкой в отцу как только эту карму видела я сразу же заболела ну так чтобы лечиться невозможно просто от вот этой информации и вот эту вот историю я раз изложила сегодня подробно рассказывать не буду я ее изложила на фейсбуке можно будет почитать об этом но я скажу что когда я вот столкнулась с тем что я оказалась ситуация которая вообще не знал как решать и никто из общества из нашего социального тоже не знает как это решать я поняла что это задача она лежит за пределами психологии а я психолог за пределами здравого смысла я вообще не могу ее осознать и я осознала что задача она духовного порядка однозначно в котором я некомпетентна была вся эта история произошла значит 2003 году и я ориентировалась значит то есть во первых жить хочется как-то хочется выздороветь вот а во вторых значит я поняла что почувствовала зов я захотела поехать в индию но только не знала кому я купила книжку сай баба ой нет нет ашрамы инди и сай баба выбрала в качестве одного из пяти святых ныне живущих я за себя так задачу сформулировала ну допустим я не пойму ничего в чем-то духовном или даже вот в этой своей родовой карме но я хотя бы побуду в поле святого и мне хотелось побыть не в поле тех кто ушел например к этом времени оша уже ушел а я хотела побыть в поле живущих святых людей и вот сай баба оказался первым кому я приехала это конечно не случайно потому что как только я задумала что надо ехать все самым волшебным образом сложилось и все кто знает сай бабу они значит так и происходит начинается какое-то волшебство и то волшебство которое у меня произошло когда я была в путапарте значит она была связана с тем что я получила интервью от бабы а дело было в 2005 году в начале 2005 года и вот это совершенно удивительно потому что значит надо сказать что меня как-то я была же не в теме меня все время обуевывала гордыня мне казалось что сай баба он ну захочет меня позвать так скажем там женщина идите ко мне потому 16 ряда я лично вам хочу дать интервью всего своей наивности я так полагала вот и когда я так немножко разобралась и сориентировалась я увидела как толпы людей огромное количество предлагают неимоверное усилия чтобы быть рядом с бабой и чтобы получить от него какое-то вот наставление напутствие какую-то поддержку вот это вот через интервью и я вдруг осознала вот свою собственную можно сказать ну некомпетентность невежество свое и я поняла что другим-то нужнее интервью и я так взяла и отказалась пожертвовала ну явно не очень нужно но в принципе я нормально как бы живу хоть и загибаясь от болезни а именно все время была высокая температура у меня кашляла но думаю им явно нужнее конечно они больше стараются и вот через час я уже получил интернет представляете а я подумала что наверное меня бы устроило если бы другой человек но чтобы я точно знала что так лица сай баба даст мне интервью пусть даже нищий на улице и пусть даже одно слово всего у меня совершенно это устроит ну вот и через час я получила интервью которым действительно сай баба обсуждал со мной эту родовую карму и в котором я получил прям полный расклад всей своей жизни как у меня характер что было какие были ключевые события в моей жизни до сегодняшнего момента какие будут события и самое главное я получил такую тему что он будет со мной будет мне все время помогать и мне нужно развивать интервью вот эта тема как развивать интервью что это такое вот это было конечно совершенно новая тема такое новое задание что ли и надо сказать что та жизнь которую я до этого вела до как бы общения с бабой мне она была уже не очень интересно и действительно что когда я приехала из индии то стало все разворачиваться в совершенно новом ключе я стала работать совершенно новым русле для себя и поскольку это было 16 уже с половиной лет назад то за эти 16 половиной лет произошло огромное количество событий и огромный труд был приложен и мной и моими соратниками в частности вот в лидерском контексте создание клео метода и я буду рассказывать немножко и про бабу и про клео метод а марина расскажите как вы вообще узнали о бабе как вы пришли вы же уже знали что он да ну как искали хотели побылица святым человеком я вот то есть там было написано кто же на тот момент был жив рави шанкар сая баба потом шри матаджи далай-лама и амма вот пять человек и значит амма мне тоже удалось увидеть вот этот приезд она обняла меня тоже это было супер событие такое для меня а дай а но если бы честно то когда мне было 25 лет за 80 там какой-то год значит а когда мне было 25 лет я узнал о сайбабе и я до сих пор жалею что я раньше до не стали то есть представляете то есть я бы еще восемьдесят седьмом году допустим могла съездить к сайбабе а что меня отшатнуло то есть когда мне сказали что в Индии есть святой который говорит о единстве всех религий у меня просто знаете в этот момент как бы как сердце так раз и раскрылось и если бы я не была опять же дурой а точнее если бы я не боялась оказаться в какой-то секте советское мышление понимаете промытые мозги если что-то то это секта как бы но сердце прямо откликнулось и конечно мне жаль что я его не слушал тогда вот это был такой момент я могу продолжить да да конечно хорошо так вот а почему я хочу рассказать историю это про себя не потому что я какая-то там необыкновенная вся хоть я так и сама могу считать например но потому что баба говорит а что вы вообще можете рассказывать вы ничего не знаете вы только можете говорить историю о себе и вы можете и вы можете и вы можете взрослым людям задавать вопросы вот я еще одну картинку нарисовала сейчас секундочку да вот он говорит что дети это вот ребенок он как губка он может все впитывать в себя а а а взрослый человек это как ведро с водой она переполнена туда совершенно ничего невозможно вложить и единственное что можно как общаться с взрослыми людьми на тему духовных знаний духовного какого-то образования можно только рассказывать истории про себя или задавать вопросы и других вариантов нет и вот поэтому я в таком формате выбрала такой формат сегодня когда я приехала в новосибирск свой то со мной сразу стало происходить необыкновенные вещи том числе несколько чудес прямо дома у меня произошло они мне конечно сэй баба привел свою божественность как он сказал это конечно ну перевернуло все внутреннее меня так же как и сама самопереживание вот контакта с сэй бабой которое было в индии то есть сэй баба запустил как бы цепь трансформации и остались открываться сакральные знания на вот эту тему тоже чуть подробнее расскажу хотя сразу заранее скажу что самое главное сакральное знание это как вы считаете этот вопрос к вам что вы считаете с сакральным знанием ключевым сейчас я посмотрю есть ли ответ у нас на фейсбуке нету вариантов ну это сложный вопрос но она не можно думать на эту тему можно думать значит смотрите я считаю что самое наисакральнейшее знание это то что бог это твой лучший друг и а что это означает а означает что с ним нужно общаться и поскольку мне не хотелось бы как бы в религиозные какие-то контексты вдаваться то я хотела бы придерживаться вот этих пяти ключевых моментов о которых говорит сэй баба о пяти ценностях он говорит пять общечеловеческих ценностей истина любовь спокойствие внутренний мир праведность или путь праведный путь и ненасилие вот таких приятных каких-то слов приятных моментов и оказывается что это это и есть проявление бога в нашей реальности в которой мы находимся здесь значит все время происходят игры ливы бабы мы в них обучаемся если мы считаем что мы будем читать какие-то книги и чему-то там научимся то тут мы ошибаемся очень сильно мы обучаемся через какие-то события и через игры и баба говорит что те ну игры это ливы по на санскрите вот через эти ливы тут улетела мысли сейчас скажу но основная тема что мы способны обучаться через ливы и баба говорит вы никогда не знаете в чем ваша лива пока она не закончится получается почему я сейчас рассказываю эту историю про себя когда прошло 16 половиной лет потому что эти ливы закончились и я могу два-три слова хотя бы сказать об этом что-то связать а так я все время знаете была в таком состоянии широко распахнутые глаза и невероятность того что происходит вот под впечатлением того что происходит хорошо значит и я хотела сказать значит про общение с богом как же общаться с богом это очень ну такой сложный вопрос обычно вот как я понимаю люди традиционно каких-то там допустим бакистских там или еще каких-то версиях я не они спаси помоги спаси помоги спаси помоги но бог же с нами общается он с нами играет и он хочет чтобы мы делились с ним тем что с нами произошло и я часто слышала от своих клиентов такой вопрос зачем делиться с богом он и так все знает но у бога как бы две ипостаси можно так сказать одна все знает а другая играет это божественный ребенок и ему интересно с нами общаться чтобы мы сказали чему научились чтобы мы могли поделиться с ним вот это очень важный момент ну так вот вот я приехала из индии и значит что со мной произошло а именно я познакомилась кинезиологии ну сейчас уже это популярно в какой-то степени многие люди могут об этом знать и я считаю что самая ключевая тема это мышечный тест оказывается тело может с нами разговаривать и получается значит что в рамках нашей внутренней реальности она узнает ответы на вопросы и а когда я стал этот вопрос изучать то вот буквально через 16 половиной лет практически я поняла что отвечает не тело а наше истинное я наша даже не душа а наш дух божественный отвечает через тело и тело оно значит может говорить да или нет да то есть мы задаем вопрос и она отвечает мышцы да или нет ну это технический вопрос если вы об этом не знаете то я чуть позже как бы покажу как это делается расскажу я сейчас хочу пока в целом сказать что мышечный тест он дает нам сонастройку с истиной с нашей внутренней и вот это сонастройка а истина это и есть бог да истина есть бог любовь есть бог спокойствие космическое это есть бог праведность есть бог и ненасилие это тоже бог и вот мышечный тест видимо сейчас открыт нам как человечество в широком таком смысле видимо потому что мы уже очень сильно загрязнены все время живем в теме лжи то есть прямо по правилам гиббельса ложь 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 и еще раз ложь и вот в этом состоянии постоянного отсутствие чистоты что ли в плане истины очень трудно сонастроиться мы тем более и сами себя обманываем и наш мозг точнее наш ум он погружает нас в состояние иллюзий для того чтобы нам легче живось вот баба говорит например буквальная цитата что человек создан для того чтобы и приходит в этот мир для того чтобы познать истину но он очень странное существо потому что это меньше всего его интересует и дальше баба развивает эту мысль говорит о том что ложь оно приятно как бы удобно комфортно создает такое ощущение какого-то тепла и люди вот ведутся на эти ложные сюжеты не знаете небольшую историю про себя расскажу на тему лжи я как-то внезапно начала мечтать поехать на Кайваз так мне захотелось прям сильно и снится мне с ума что я уже возле Кайваза и один из моих товарищей уже пошел заходить в эту гору куда-то там попилил без меня ну я думаю ну ладно раз он пошел как я я тоже пойду и я значит пошла там действительно какой-то есть ход я туда зашла и значит и вижу такую пещеру на одной стороне этой пещеры как бы видно драгоценные камни и я так оглядываюсь а там где я зашла значит там так все ярко сверкает видите как бижутерия прям бьют в глаз и я знаете прямо так эх этой бижутерии и гора так меня так оп так и знаете стала выталкивать я запаниковала и сказала ой ой я различаю вот это ложная бижутерия вот истинная албаза ну как-то там осталась в этой горе и дальше получила определенный опыт ну в частности я увидела множественные своих воплощений что я просто ношу костюмчики целый такой ряд воплощений как бы такой одежды такой ну как бы такой ну а я сейчас где-то вот здесь значит там будут какие-то есть какие-то были такой вот удивительный сон на тему ужин и самое интересное во всей этой истории это тема о которой баба говорит нужно развлечать нужно развлечение вот я как раз с духовными искателями когда начала общаться на тему развлечения то практически говорю понимаете как это важно развлечать они говорят я все различаю у меня все различаю как бы а я точно скажу что это иллюзия то есть нам кажется что мы все понимаем но это не так а и вот как раз я эту тему хочу развить значит вот смотрите а мышечный тест представьте это как бы информация которую мы получаем это как камертон которая помогает нам значит въехать так или не так так или не так и смотрите вот здесь что интересно мы сразу начинаем оказываться в совершенно новой реальности абсолютно другой реальности если мы начинаем доверять мышечному тесту а в чем разница вот в этой реальности которая была до мышечного теста существует принцип неопределенности такой ну типа да наверное это так но может быть и не так а может быть это глубже а может быть это тоньше а может быть здесь все проще и вот так вот мы расплываемся в неопределенности и даже если такой великий человек как сей бабы допустим лично с нами беседовал и что-то нам сказал то и он же часто говорит парадоксами то тоже можно тут усилить в эту неопределенность и вот эта неопределенность это знаете такая мутность туман невежество а реальность она очень определенная вот поверьте значит получается я приехала от бабы и сразу начала практиковать эту кинезиологию с мышечным тестом и я посчитала где-то за это время я сделала порядка 13 тысяч коррекций другим людям то есть каждый день я через мышцы как бы другого человека работая с ним под его задачу тренировалась на тему лужет он или говорит правду вот лужет или говорит правду как бы вот такой у меня настроенный камертон на тем ну точно так шел само себя я тестировала все моменты и здесь очень важно допустим вот смотрите вот с вами например что-то произошло вы разволновались ну не что-то такое глобальное допустим просто что-то произошло вы разволновались на пустом месте тяжело дышите или дышите заболела там у вас и еще что-то такое произошло. И в чем тогда развлечение? И в чем тогда может помочь, допустим, мышечный тест? Я сейчас отвечу на этот вопрос. Вот смотрите, наше тело, оно все знает, потому что все знает истинно я, а тело может эту информацию передавать. И вот эта иррациональная часть нашей реальности, а рациональная она связана с умом. А ум он очень хитрый и он все время виляет, крутит и вертит и часто придумывает нам иллюзии. Как только мы решили в эти иллюзии погрузиться, мы сразу же теряем всякую возможность провозить ситуацию, потому что сами себя обманывают. И тогда получается наше тело, оно наше иррациональное, оно может сказать, ну, допустим, у меня Марина, как бы ты в иллюзиях. То есть может дать почувствовать, что здесь что-то не так, дать какую-то объективную картину. И когда говорим мы о развлечении, то развлечение касается вот этого части, чтобы мы поняли, что происходит. Например, вот вы, допустим, что-то почувствовали, разволновались, и даже сейчас, когда вы меня слушаете, с вами тоже что-то происходит, потому что даже та информация, которую я сейчас говорю, может на вас влиять, и вы можете что-то чувствовать. И, ну, тут я как психолог могу сказать, вот что вы чувствуете. И здесь вот этот момент развлечения очень важен, важно очень точно назвать чувство, так чтобы прямо сердце откликнулось, да, я именно это чувствую. Например, вот точное название чувства, оно сразу сдвигает ситуацию, сразу создаёт контакт наш с самим собой, с нашей душой. Тело говорит, о, слава Богу, ты меня услышала, потому что вот за этим чувством стоит какая-то информация. Это не просто так чувство, не мусор какой-то. За каждым чувством и за каждым нашим внутренним ощущением, за болезненным чувством идёт информация у нас самих. Вот эту информацию надо различать, надо её понять. Если мы её понимаем, я сейчас про процедуру развлечения отдельно расскажу, если мы это, удаётся нам эту информацию понять, мы можем выйти из того тупика, в котором мы оказались. Ну, по определённому алгоритму там это тоже важно. Так вот, про ещё один момент такой скажу, чуть-чуть отступлю. Значит, всё, что сейчас я рассказываю, оно касается внутреннего мира человека. Вот Саи Баба говорит, что этот внутренний мир, он такой же абсолютно разназначенный по масштабу, как и внешняя Вселенная, как вот колоссальный внешний мир. Такой у нас внутренний мир. Но за счёт того, что мы находимся в невежестве, как бы вообще не в теме, кто мы, где мы, зачем мы здесь, за счёт этого, вот эта для нас территория, Терра Инкогнито, вообще неизвестная Земля. Потому что даже такая простая вещь, что вы чувствуете, она у русских людей часто вызывает такое непонимание, что ли. Вот я, допустим, была на семинаре по аюрвиде у Субатилова, и он хотел рассказать, значит, сидящим где-то 30 приблизительно женщинам, с их небольшим количеством мужей, которых они с собой взяли, хотел рассказать, какая связь между вкусами и эмоциями. Шесть вкусов в аюрвиде и, значит, соответственно, шесть основных эмоций. Ну и говорит женщина, а что вы, как вы думаете, а какой эмоции идёт речь, если это, допустим, кислый вкус? Женщины говорят, про беду. Он говорит, а если солёный, они говорят, про беду. А если горький, про беду. Понимаете, различения нету, а оно очень нужно, потому что за этим стоит информация тонкая и очень точная. Вот это истина, она стоит внутри, за тем, что с нами происходит. Мы должны это очень уважать. Ну да, ну вот, и про развлечения. Значит, развлечения включают не просто я что-то поняла, допустим. Допустим, я осознала, что у меня сейчас какая-то ситуация, благодаря которой я придумала, мой ум придумал мне иллюзии. Допустим, две штуки. Одну, Марина, ты никогда с этим не справишься, потому что никто ни разу в жизни с этим не справился. А вторая, допустим, такая иллюзия. Всё супер, ты гений и отлично у тебя всё получится. То есть, хотя, ну, понятно, вступает некое противоречие между собой, тем не менее, значит, это нормально для ума, он всё время создаёт из противоречий. И вот я, допустим, осознала, что по поводу моей сегодняшней ситуации у меня есть две такие иллюзии. Я обманываю сама себя, вместо того, чтобы заняться делом. Так вот, значит, что такое развлечение? Во-первых, нужно понять, первое, во-первых, какие иллюзии, это развлечение. Второе, да, даже самое начало, нужно понять, что я в иллюзиях, это первый момент развлечения. Второе, вот такие вот две иллюзии. Хорошо, допустим, третий момент, чем они мне выгодны? Почему мне выгодно находиться в этих двух иллюзиях? Вот психическая реальность человека, она такая, что если не выгодно, то ничего не будет держаться. А если выгодно, оно стабильно, оно держится. И тогда развлечение, оно подразумевает, что я начинаю осознавать, почему мне не выгодно, допустим, не приступать к этой работе, а саму себя обманывать. Ну или там к чему-то не приступать, а саму себя обманывать. И потом, есть ли какие-то угрозы у меня, что я вот выйду из этих иллюзий и столкнусь с чем-то неприятным для себя? Это второй момент. Потом, когда мы поняли эти выгоды, за счет чего я сижу в этих иллюзиях, то мы можем осознать, допустим, какие выгоды откроются, если я откажусь от этих иллюзий и выйду из них. И если я очищу свой ум от иллюзий, то какие новые выгоды откроются? И это тоже целый труд, их надо понять, какие. И если угроза находиться в этих иллюзиях, это тоже момент такой. Как только мы поняли, с одной стороны выгоды и с другой стороны выгоды этого положения, тогда мы можем понять, в чем ложность этих иллюзий. Марин, да, а как тогда понять вообще, что вы в иллюзиях? Да, так вот, я про мышечный тест. Так вот, смотрите, мышечный тест, он задает нам совершенно четкую реальность. То есть, если я, допустим, от ума своего соображаю, типа, да, наверное, это я в иллюзии, и, наверное, еще жесткие иллюзии, еще больше этих иллюзий, понимаете, то тогда, значит, я нахожусь все время в неопределенности. А если я пользуюсь мышечным тестом, и он мне говорит, тут пять выгод, вот такие вот, ну, подтверждает, да, такие, которые я осознала, тут, значит, четыре выгоды, вот такие вот, и подтверждает, да, так и есть, то вот это сопоставление, вот я хочу продолжить свою мысль, сопоставление вот этих вот новых и старых выгод, оно приводит к тому, что можно осознать ложность этих иллюзий. А как только мы осознаем ложность, тогда психика разрешает нам отречься от них и выйти из-под них. Вот так интересно это все работает. По-другому не получается, вот клянусь, по-другому не получается отказаться от иллюзий, потому что выгоды все время тянут. Вот сейчас я отказала, завтра нет, пожалуй, я все-таки в иллюзиях побуду. Все-таки я гений, ну вот, понимаете, так это приблизительно работает. Поэтому раз нам, как бы, Бог открыл вот этот мышечный тест, нам надо, друзья, этим пользоваться. Это то, что каждый должен уметь делать, потому что мышечный тест, он помогает нам даже просто повседневный выбор делать. Самый обычный, допустим, как потратить это время, как распланировать день, на какие условия соглашаться, значит, что я упускаю из жизни. Вот все вопросы, которые у нас постоянно в голове висят, позволяют вот эту возможность через свое тело узнавать ответы. И я думаю, что я как-то заинтересовала про этот мышечный тест. И сейчас обучу, как им пользоваться. Да, конечно, Марина, еще такой вопрос. В духовной практике как можно использовать этот тест при общении с Богом, с Айвабой? Супер, супер. В духовной практике отлично, потому что мышечный тест, он связан с истиной, понимаете, с нашей внутренней истиной. И он помогает нам приближаться к Богу, чувствовать вот эту тему. Поэтому, допустим, я смотрю материалы Сайбабы, у него же огромное наследие, и там очень много духовных практик. Ну, я не знаю, там 200 штук. Ну, это я даже не привлечиваю нисколько. И вот, допустим, чем мне пользоваться, да, вот в данный момент в моей ситуации? Если я все буду практики использовать, то получается, что я даже жить не смогу. Как бы получится, как такое многочасовое сидение или многочасовые эти самые гоняния кругов, джаб, да, как бы. А время тик-тик-тик. А время, причем, Бог нам дал для того, чтобы мы что-то делали в этой жизни. Вот это тоже очень важный момент, чтобы мы принимали решения, чтобы мы обучались вот для этих лил, для игр, а не просто так. Баба говорит, всего 11 секунд нужно для просветления. Не нужно тратить много времени. Так вот, мышечный тест запросто помог бы вам сориентироваться, какая практика сегодня актуальна. Допустим, вот хорошая такая практика, для меня сейчас актуальна, поэтому я хочу про нее рассказать. Это пять утверждений с вами. Называется. Баба говорит, все время думайте на эти пять тем. Все время. Значит, первое утверждение, ну, для тех, кто знает об этом, я повторю. А для тех, кто как бабочка когда-то слышал, то напомню. Ну, значит, получается так. Первое утверждение, я есть Бог, я ничем не отличен от Бога. Это первое утверждение. Второе утверждение, я есть неделимый вечный абсолют. Второе утверждение. Заметим, они как бы похожи, но это разные утверждения. Третье. Я сад читананда. То есть, я, бытие, осознание блаженства. Четвертая тема. Горе и волнение не могут затронуть меня. И пятое. Я всем доволен, страх не может войти в меня. Вот пять утверждений. Почему-то для меня сейчас актуально. И я как раз тестирую, какое сегодня актуальное утверждение. И его выбираю. Вот это очень удобно. Потом, смотрите, есть еще круче. Вопрос такой. Вот есть у Сайбабы две книжки, состоящие из маленьких кусочков текстов на какую-то духовную тему. Первая называется книга «Таинств». Ну, она известная такая книжка с молитвами, со всеми делами. А вторая называется «Сайбаба говорит Западом». И ее в ченнелинге написал, по-моему, там Чех. В ченнелинге Сайбабы. Сайбаба этот ченнелинг подтвердил. Ну, и книга была издана. Так вот, смотрите, вот я, допустим, для себя практиковала реально, для себя и для своих клиентов. Допустим, я чувствую, мне нужна духовная поддержка. Я вот не могу сообразить, у меня не складывается. Ну, обычно у меня утром я просыпаюсь, у меня мысли возникают. Я думаю, боже, ну что делать-то, вот непонятно. И, значит, чтобы получить духовную поддержку, я тестирую, какая из этих книг мне подходит, чтобы найти то духовное знание, вот не все листать, да, а найти то духовное знание, которое для меня актуально. Значит, и, допустим, это книга «Сайбаба говорит Западом». Допустим, тогда я тестирую, за какое число эта книга, ну, за какой месяц, значит, за какой сезон, за какой месяц и за какое число в этом месяце. Ну, и, допустим, там, за, там, 12 сентября. А это один кусочек текста, ну, такой приблизительно. И я его читаю и получаю, вот, клянусь, честное слово, каждый раз просто откровение. То есть у меня это знание усваивается в приложении к моей собственной жизни. И она как бы соединяется. И вот интересно, что когда со своими клиентами тоже я это практиковала, часто бывает, что клиенту в какой-то ситуации нужна поддержка духовная. И он сидит и говорит, у меня не получается, я тестирую, какая книжка из этих. И даю клиенту эту книжку почитать. Ну, не книжку, а тот фрагмент, который я ему протестировала. Ну, не я протестировала, а точнее, тестировала-то я, а тело было клиента. Какое его тело, сказал ответ. Вот здесь очень интересно, это прямо, знаете, такое, я хотела даже на видео, если кто-то разрешил из них записать на видео. Как человек сидит, не мучается так, ничего не понимает. Потом, значит, он почитал, выглядит так, сидит читает. Подходит через 10 минут. Абсолютно всё на место встала. Ясность во всём у человека. Всё, что он должен был получить, вот, как бы, понимание, да, уроки свои, что-то ещё, всё сразу встало на место. Вот это абсолютно удивительно. Абсолютно это удивительно, что это так работает. И так вот и удивительно, как можно жить в состоянии определённости. Вот жить в состоянии, я ничего не знаю, и, может быть, когда-нибудь, наверное, вообще, чтобы этих слов не было в языке, а чтобы было всё понятно. Вот, допустим, те клиенты, которые у меня там регулярно делали коррекцию, я проводила такие открытые группы, они, значит, приходили, если было время, там, раз в неделю, и мы делали коррекции. И иногда приходил какой-то новичок, или там пара новичков. Этот новичок кого-нибудь там на кухне цеплял, и, значит, там, что-то там начинал жаловаться на жизнь, как у нас обычно в нашей культуре это бывает. И вот я замечала, как уже на моих натренированных лет, они такие слушали, слушали человека, слушали, как бы сочувствовали, они такие прямо, это всё открывается, сердце открывается, по ходу дела слушает, слушает, а потом говорят, тебе нужна коррекция. Так вот, коррекция нужна как раз в этот момент, когда ничего тут нет ресурса, у человека нет доступа к ресурсу. Вот я хочу как раз про это и сказать. Вы хотели показать этот мышечный тест? Это уже как интересно стало многим, я думаю. Да, я думаю, это суперская практика, как бы и в практике-то самое интересное, это именно практика, её надо практиковать. Значит, и я хочу сказать, что если, допустим, человек обучался кинезиологии, там в разных школах есть разные школы, например, школа целебное прикосновение, где я тоже училась, они тестируют исключительно мышцы, и на этом делают акцент, и там 42 мышцы можно тестировать. Так всё, короче, сложно, потому что там используется китайская акупунктура. Ну, китайцы, их иероглифы, эти мышцы меридианы, всё понятно, сразу становится всё очень сложно. И я хочу по-другому немножко вас научить, а именно, значит, психика человека, с моей точки зрения, так устроена, что как вы задаёте вопрос, то тут вам и отвечать. Если вы тестируете эту конкретную мышцу по какому-то конкретному вопросу, возможно, она и будет отвечать. Но поскольку я сама как бы к бабе-то попала, потому что у меня был запрос на духовную помощь, то и работаю я с клиентами, тоже такими же, как я, отчаявшимися, у которых запрос на духовную помощь. Потому что если физика, её можно и таблетками подлечить, или там акупунктурой, или ещё чем-то. Поэтому вот с моей точки зрения наиболее оптимально спрашивать истинное я. То есть свою душу, да, или свою божественную природу. Поскольку вот баба говорит, что мы есть атман, да, то вот мы вот сюда и смотрим. Значит, нужно задавать вопрос своему истинному я. Это первый момент. Это важно. Второе. Нужно договориться, какой вы будете группу мышц использовать. Самый такой традиционный вариант и достаточно простой. Использовать руки обе, потому что используются оба полушария у человека. Ну, правая и левая рука, оба полушария используются. И, значит, вы говорите, сначала нужно установить кинезиологический контакт. И кинезиологический контакт, это означает, что вы устанавливаете контакт через тело со своей истинным я. Значит, и вы говорите, выдай да. Как бы обращаетесь к истинному я, выдай мне ответ да. И он такой оп, выдает такой, мне трудно расцепить, я могу, но мне трудновато расцепить. Выдай нет. Слабый ответ, ну, называется в кинезиологии, то есть легко расцепилось. Вот, по идее, вот так вот просто. Значит, выдай да, выдай нет. Только мы вот эти два действия сделали, больше ничего не проверяем, потому что контакт мы установили, можно спрашивать. Теперь, как спрашивать? Значит, конечно, про лотерейные билеты нельзя спрашивать. Типа, какой лотерейный билет выиграет там? Это, конечно, запрещенная информация. Спрашивать можно только про свою собственную реальность. И нельзя спрашивать про будущее, нежелательное. А люди хотят вот в том, где нельзя. Вот как бы они все равно хотят перейти к границе. А дело-то не в том, что там будет. Дело не в гаданиях. Это вообще тема не работает. Потому что, как только мы хотим что-то погадать или про что-то там узнать, то мы с чем сталкиваемся? Что мы туда свою энергию запуливаем. И для того, чтобы достичь этого результата, нам здесь ее в настоящем времени не хватает. Понимаете? Поэтому, допустим, вот я говорю о том, есть ли сейчас какая-то задача для меня очень актуальная, которая является таким вызовом, который я как бы не вижу из-за того, что чувствую, что у меня сердце недовольно, чем-то недовольно, но я ее не вижу из-за того, что у меня есть иллюзия. То есть мой ум хитро придумал мне иллюзии. И мы тестируем. Вот вы дай да, вы дай нет. Теперь есть у меня иллюзии. И так оп, значит да. И мы должны доверять этому ответу. Мозг работает очень быстро, ответы получаются мгновенно, и основная задача доверять. Если мы будем вот так вот, да или нет, вот получается, что-то нет, что-то да. А почему так получается? Потому что наш мозг ждет, когда мы успокоимся. и чтобы мы могли с ним беседовать. Короче, надо немножко, друзья, в этом моменте приспособиться к скорости мозга. Он очень быстрый. И второй момент, доверие ответам. Он отвечает один раз или два. Дальше он просто терпит, когда это закончится. Понятно? Вот. И теперь, в принципе, это не сложно. тестировать. Не сложно. И это вообще волшебный такой момент, потому что мы можем тестировать сами себя, можем тестировать другого человека, если он нам разрешает, и можем тестировать через этого человека другого человека, если все согласны. и это происходит за счет того, что мы все являемся единым существом. Как мы, каждый из нас единый, неделимый, вечный абсолют. За счет этого идет доступ к информации. Но для того, чтобы этот доступ получить и заработать, нужно многое в себе проработать. проработать, в частности, эти свои эго, в первую очередь, гордыню, свои какие-то темные стороны проработать. Ну, кстати, мышечный тест может в этом помочь, да? Сейчас это мое эго, или это истина, да? Да. Тоже можно так себя тестировать. Вот у меня, допустим, недавно подруга говорит мне, ой, как она сильно страдает, и она сама астролог, там что-то еще, вот у нее такие страшные, значит, тут сезоны, тут, значит, сейчас новый какой-то год, он такой сложный, и так далее, и так далее. Все очень сложно, необыкновенно. И это реальность обычного человека, да? Вот у нее получилось так, что муж ушел к молодой женщине, значит, и не хочет с ней делиться собственностью. Ну, дело обычное, житейское, да? Такое стандартное. А она переживает, что это произошло, потому что сейчас, значит, поджутишу такое время для нее, по другим вариантам такое, по дизайну человека третье, в общем, что-то все сложно. Я ей говорю, а баба говорит, все очень просто, и мы запутались, потому что в невежестве находимся, и потому что контакта нет самим собой. Я ей говорю, слушай, давай я просто протестирую тебя, что с тобой происходит, давай, просто протестирую тебя. Она говорит, давай, я говорю, тебе надо осознать два свои чувства. Это начало. Вот за начало, я так протестировала, нужно осознать два чувства. Значит, первое чувство ревность, а второе чувство месть, как выяснилось. Ну, мы с ней обсудили. Понимаете, тут еще вот мы получаем ответ от тела, да, а теперь что мы будем делать с этим ответом. То есть, если мы как бы закроем на него глаза, мы так можем сделать, то мы опять начинаем страдать, потому что наша душа начинает болеть. А если мы осознали, да, у меня есть темная сторона, да, я хочу ему отомстить, и да, я ему завидую, а, не ревность зависит, да, я ему завидую, что он живет с молодой и радуется жизни в полной собственности. И по этой именно причине, что вот эта энергия в ней и зависти и мести висела, не могли завершиться суды, потому что не было темы прощения. То есть, нужно взять какую-то внутреннюю работу, да, для того, чтобы освободиться. И вот здесь помогает мышечный тест, потому что он нам говорит правду, и наша задача с этой правдой согласиться. А правда, она является исцеляющей, если она с любовью соединяется. Если без любви, то, конечно, выглядит жестко. То есть, допустим, я бы ей сказала, а, вот ты какая плохая, как бы, тогда это, конечно, бы резануло человека. А я говорю, да, это не сложно. То есть, вот эти две вещи ты понимаешь. И дальше просто еще пара ходов, которые ведут к, по времени, может, в течение часа всего, которые ведут к прощению и к освобождению. И тогда у тебя получается на толстом плане и на тонком все начинает само рассасываться и все задачи начинают разрешаться. Тут действительно удивительно начинаете. Вот, допустим, родственница моя одна. У нее такая интересная была история. Она была замужем, значит, у нее двое детей. И они жили в маленькой квартире с мужем в его квартире. А у нее вместе с ее братом была четырехкомнатная квартира. Ну, то есть, казалось бы, ну, половина собственности от этой четырехкомнатной квартиры можно было соединиться к квартире мужа, они бы посвободнее жили. И когда мы с ней начинали это обсуждать, то, ну, казалось бы, это рациональная совершенно вещь, то у нее возникала такая практически истерика, потому что она считала, что нужно подарить эту квартиру брату. и все. Ну, и разговор закончен. Я предложила ей сделать коррекцию и выяснила, что а коррекция позволяет, кстати, в прошлой жизни рассматривать свои истории вот эти незаконченные лилы, которые в прошлом воплощении человек не доучился, не прошел через лилу, и она у него начинает повторяться и повторяться, ну, и в этом воплощении тоже что-то похожее происходит. Так в прошлом воплощении она была в рабстве. и когда мы с ней обсудили эту тему и разобрались с ней, то она почувствовала освобождение, то есть вот эта жизнь, она не раб, она свободна, у нее есть семья, а у рабов не бывает семей, правильно? У нее есть дети, а у рабов забирали детей в любой момент. У нее есть свободное время, у нее есть хобби, у нее есть собственность. И представляете, вот мы с ней вот эту тему проработали и в течение недели одно из всего. Мало того, что они разрешили эту ситуацию вашим образом с жильем, но они уже через неделю переехали в эту четырехкомнатную квартиру. Брат решил себе купить трешку, короче, немножко доплатить, а вот эта двухкомнатная квартира, которая не продавалась много лет, эта квартира вдруг внезапно выстроилась цепочка из семи покупателей, ну, включая вот этих вот. и сразу все как бы было разрешено в один день. То есть продажа и покупка квартиры произошла через день после того, как мы сделали эту коррекцию прорабства. Да, таких я знаю случаев много, и вроде бы так все волшебно, да, и с другой стороны все так логично и понятно. Да, когда ты разобрался, а когда ты как бы не разобрался, то тебе кажется, что вся вселенная против тебя все время не везет или какие-то не такие периоды или еще что-то такое происходит. И вот у меня как раз клетка в этот момент и говорят, тебе коррекция нужна. Это с любой. Марина, спасибо, да, что показали вот этот тест мышечный. Я думаю, что многие им воспользуются, потому что это, ну, я сама пользуюсь, сама знакома с кинезиологией. Это, конечно, такое. Можно, кстати, очевидно для людей, но можно использовать другие. Хотите пальчики ног, хотите пальчики рук, никому не будет заметно, что вы тестируете, но благодаря вот этому, то, что вы контактируете сами с тобой, вот с истинным я, общайтесь через тело, вот этот кинезиологический контакт устанавливайте, плюс общайтесь и делитесь с тем, что вы поняли, или спрашивайте совета у Бога, или просите духовной помощи, да, читания текстов, например. Благодарить ему получается такая достаточно быстрая трансформация, эволюция быстрая происходит. У нас со временем конец, да? Мы заканчиваем, да, но я хотела еще спросить у вас про вот страничку, которую вы ведете, дневник вспоминаний Саи, да, расскажите вот немножко про это, может быть, какое-то одно из воспоминаний, и что за воспоминания у вас из интервью или из личного интервью общения? Я скажу, значит, сначала как бы можно так сказать, что сначала это была просто история, как я сидела к бабе, как получила интервью, а сейчас я хочу продолжить, как начал складываться вот этот волшебный метод, который позволяет практически все проработать, потому что он даже позволяет, знаете, какие коррекции, когда человек, душа человека отделялась от Бога и неправильно поняла, вот это колесо сансары, вот этот путь неправильно поняла, начала бороться, таких людей очень много, кстати, начала бороться и выбрала какой-то неестественный путь, не тот, который Бог предусматривал, а, например, такой путь, взломать эту матрицу и выйти из нее магическим образом, то есть даже вот такие вещи можно проработать и вот как складывался этот метод, а в его складывании принимало большое очень количество людей и вот, допустим, одна история, вот сейчас мы занимались медитациями 9 лет, занимались медитациями, одна история, расскажу, значит, с чего началось, вот мы, значит, пять подружек решили обучиться у одной из нас, которая, вообще-то, индианка, свободно говорить на другом языке, потому что она сама из Индии не учила русский язык, но свободно разговаривать без акцента на русском языке, свободно разговаривать, и я, когда ее стала расспрашивать, она с неохотой с такой, она мне сказала, что я вспомнила, я вспомнила прошлое воплощение, когда я была русской, медитировала на это воплощение, потом еще послушала кассеты, ну и как бы раз и стала без акцента по-русски, и вот мы в Питером встретились, и для того, чтобы мы вот так могли поговорить по, ну я по-английски, кто-то еще со мной на каком-то языке, короче, вот так мы взяли за ручки, и одна из нас там шаманка была, значит взяли за ручки, и с нами стала происходить совершенно волшебная вещь, вот абсолютно совсем пятерыми, пять человек стали видеть одну и ту же информацию, а именно мы увидели Сайбабу, все общие воплощения, его и иерархию света, вот это у меня был шок, клянусь, и они нам сказали, мы дадим вам доступ к древним знаниям, и никто из вас не заслушала этого, но мы дадим этот доступ для того, чтобы вы могли передавать это людям, и вот я реально озабочена до сих пор, как бы, это у меня главная тема, как передать людям эти знания, когда они, как я вам уже сказала, а я сейчас еще одну тему важную, на которой картинку рассказала, короче, вот с этого у меня начался по сути вот этот новый метод, и те значит, древние знания, которые мы получили, мы стали раз в неделю медитировать, они касались предыдущих цивилизаций, почему они были разрушены, и даже вот почему нам это надо знать, и в том числе про русскую нацию, какие проблемы у русской нации, в чем проклятие русской нации, тоже вот на эту тему были медитации, а почему надо знать, потому что мы находимся в состоянии перехода, и баба сказал, что человечества бы уже не было, если бы не было предано бабы, и я еще можно, займу еще немного времени, хочу рассказать про духовных искателей, почему мы уже про лидерство начала, значит, вот когда мы у Бога просим что-то, а сами не растем и не изменяемся, а как бы считаем, ну вот я нашла себе свою бабочку, вот очень хорошо меня успокоилось, он обо мне пусть и думает, так приблизительно, то, значит, я видела медитацию такую, то я увидела вот такую вот, знаете, картинку, сама нарисовала, значит, сайбаба это наседка, а мы все цыплятки, которые прячемся и не собираемся расти, и причем самые смелые такие выбегают и, значит, что-то там, значит, типа смело себя как-то ведут, но еще что, они сразу трясутся и обратно под крылышко, и понимаете, вот это вот важнейшая тема, он хочет односледовательство, он хочет, чтобы мы были его проводниками, он хочет, чтобы мы росли, и а что получается с людьми, с духовными искателями, вот это нарисую, нарисую еще одну такую схему, значит, вот смотрите, я увидела медитацию, и эта история, она касается того, что люди, они как бы вот въехали во что-то, как духовные искатели, и им сразу кажется, все остальные неправы, то есть вот у них правильный боба, правильный путь, а все остальные неправы, и как-то достаточно много духовные искатели спорят между собой, и я задала вопрос Бобе, прямо в медитации, получила такой ответ, вот это условно, это Бог нам спускает свой белый свет, а он распадается на множество разных цветов, и я, допустим, как духовный искатель, вот прямо изо всех сил буду стараться, но я могу только красную, например, палитру освоить, а другой человек только голубую палитру может освоить, и мы каждый по-настоящему действительно чувствуем, что у меня прямо просветление как бы произошло, это прямо очень серьезный духовный опыт я получила, но получается, что мы не можем учить друг друга вот типа иди по моему красному пути, правильно? Или вот допустим, я специально нарисовала двух курочек, одна голубая, которая значит говорит Марина, а я красная, говорит Марина, ты все неправильно делаешь, ты неправильно все понимаешь, вот смотри, все мое красненькое такое разгребает, что бы ни было, и вот смотри, и сносит такой голубой яичко, и говорит, вот смотри, как должно быть, вот все должно быть голубого цвета, а это как бы не моя природа, баба вообще говорит, То есть, что у каждого ему интересно, Богу интересны разнообразия, и поэтому у нас так много, и у каждого абсолютно свой лидерский путь, ни на что не похожий. И также вот я у него прочитала фразу, что если мы пытаемся идти по другому пути, а не свой осваивать, то мы превращаемся в рабов. Мы делаем так, как вот сказал нам другой человек. И здесь очень важна тема лжи учителей, лжи гуру или каких-то ограничивающих учителей. Тоже этот важный момент. Я подведу резюме. Хорошо? Да, но тут же мышечный тест тоже поможет, чтобы вот это все понять. Да, я подведу резюме. Мышечный тест – это инструмент реальный, который абсолютно реально работает, помогает реально исцеляться, реально проникаться и помогает очень быстро набирать темп. И вот я хочу пригласить на свое обучение. Хотите, приходите обучаться. Мы сейчас набираем группы в Новосибирске, и в Питере, и в Москве. Такой у нас план. Уже первый год экспериментальный мы провели со своими учениками. И сейчас набираем такие большие были группы, сейчас хотим побольше группы набрать. Ну, как Бог даст, сколько придет человек, то и хорошо. Так что мне, конечно, хочется всем этим делиться. А то, что сегодня я рассказывала, то, что мы… Еще одну такую метафору скажу. Не надо думать о себе, какой я лидер. Что я за лидер? Мы находимся под духовным законом, нам многое дается, в том числе отучение своей бабы. И мы должны тоже отдавать это. Иначе как бы все начинает, ну, как сказать, каменеть, да, не развиваться. И для того, чтобы мы могли быстро продвигаться, нужно отдавать. Отдавать, отдавать, и потихоньку, значит, у нас будет получаться. И не задумайте о себе, что мы какие-то маленькие. А баба как раз так и говорит, вы думаете о себе, что вы мышь, а являетесь слоном. И очень радуетесь, если вас кто-то котиком называет или считает путиком. Так вот, мы, короче, даже и не слоны, а вот действительно великая и неделимый абсолют. И вот на эти пять утверждений неплохо бы и помедитировать. Вот на сегодня все, наверное. Спасибо. Спасибо, Марин, большое. Спасибо, было очень интересно, познавательно. Я думаю, попрошу вас, точнее, оставить ссылку вот под сегодняшним эфиром на Фейсбуке на вашу страничку, на ваш курс, да, многие, я думаю, кто заинтересуется, придут через эту ссылку. Вот, спасибо всем сайрам. Хочу еще напомнить, что завтра в пять часов вечера, те, кто живет в Москве, встречаемся с вами на лекции в Белых облаках про учение Шрисати Сайбабы. Вести будет Никита Берсеньев. И все у нас выпуски остаются на Фейсбуке, их можно посмотреть и также записываться потом на Ютьюб-канале. Всем спасибо и сайрам. Спасибо, Марина, еще раз. Сайрам, спасибо, Юра. Сайрам.